Самое важное удобрение, о котором мы хотели поговорить сегодня, это все-таки, как для многих, азот или навоз, или кто-то еще многие такие. На самом деле, самое важное удобрение в зимних теплицах, это углекислый газ. Если вы не создадите углекислый газ в потоке углекислого газа, то в первую очередь вы можете заложить большой объем органики, которая будет преть и, соответственно, создавать углекислый газ. Либо дадите подачу углекислого газа, то есть в промышленных теплицах это делается, либо жидкий углекислый газ привозят в бочки специальными рукавами, раскидывают, либо от газового котла берут отходящие газы, то есть это не то, что желательно, это правильно настроенный котел должен быть, чтобы там не было угарного газа, то есть вот именно максимально все проверяется. Потом его прогонять через конденсат, то есть чтобы вода, потому что когда газ горит, образуется CH4 метан, он горит, соответственно, образуется вода плюс углекислота. Выгоняем через конденсат, то есть охлаждается, вся вода, водной пар выпадает и получается у вас углекислый газ выходит. Этим углекислым газом мы кормим. Так как мы знаем из курса ботаники, что для фотосинтеза надо три вещи основные. Это углекислый газ, это вода плюс свет. Под действием света всего в хлорофиле происходит реакция, выделяется кислород и образуются углеводы, которые потом растения тратят для своего роста, для плодоношения. Поэтому вот сейчас мы хотим показать, да, то есть мы там говорили, для чего мы большой объем такой органики вносим, да, то есть это как бы, да, с одной стороны, видите, рыхлый грунт, очень что хорошо, да. Огурцы любят очень легкий грунт, огурцы любят, чтобы грунт, вы понимали, да, литр грунта весил меньше килограмма, желательно вообще грамм 600-800. Я сомневаюсь, конечно, у нас, конечно, грамм, ну, наверное, совместно с опилками, вот такой грунт в легкости, да, то есть он у нас весит, наверное, грамм 800 весит. Хотя у нас тяжелые суглинки, то есть это сам по себе он очень тяжелый грунт. Какие, ну, в предыдущих видео мы показывали, то есть, из чего это начиналось, да, то есть и насколько сейчас грунт улучшился. Ну, вот прибор, который именно замеряется, сейчас смотрите, я вам покажу, сейчас время, сейчас он замерит, сколько времени уже, ну, сами видите, что солнце, конечно, еще до конца не вышло, время пол-одиннадцатого. Отратный отчет до 30. Да, да, он сейчас замеряет этот, у него идет замер концентрации. Прибор, в принципе, интересный сам по себе, да, то есть, вы можете замерить какое у вас, какое содержание, то есть и, соответственно, то есть мы видим сейчас концентрация в данный момент, видите, насколько она высокая. Даже, в принципе, для растений неподготовленных, да, это даже слишком высоко, 2242, да. То есть, на улице мы замеряли сейчас, ну, конечно, прибор может быть, все-таки так же. На улице показала в районе 420 ппм. Сейчас 2240. То есть, при такой концентрации, почему-то огурцы отчасти идут, да, при такой концентрации на, в теплице углекислоты, растения, даже в такой, ну, не совсем, вот, солнечный день, такой способ, да, нормально работает фотосинтез. Хотя, это, я вам так скажу, да, даже немного с перебором. В идеале, если у вас будет уже 800 ппм, 800-1000 ппм, это уже шикарно, потому что концентрация углекислоты увеличивается за счет того, что освещенность чуть ниже, но за счет более высокой концентрации, то есть, один момент из трех, то есть вода есть, концентрация света, о, углекислоты поднялась, интенсивность света чуть ниже, за счет этого фотосинтез чуть выравнивается, и он более лучше, идет. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на такую вещь, как углекислота. Потом мы вам отдельно покажем в солнечный день, то есть, на самом деле, когда вот солнечный день выходит в полной фазе, да, то есть, и мы увидим, что здесь концентрация может падать, вот, вот такого параметра, да, до, там, 200 даже, то есть, вот в интенсивное дыхание, когда все начать интенсивно фотосинтез сети, концентрация углекислоты проваливается, да, но в тех теплицах, где нету такого объема органики, которая дает, да, она проваливается, вот, просто близко, то есть, когда, ну, не к нулю, но там очень низко, да, и фотосинтез там резко замедляется. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, чтобы у вас с углекислотой было все нормально. То есть, углекислый газ для растений, это очень важное удобрение, самое, точнее сказать, важное удобрение, это из того, что он нужен. То есть, формируются растения, это все, это вода, свет, углекислота, все остальные, там, азот, фосфор, калий, все это посредственно, и второй, не будет одного из этих первых трех компонентов, дальше смысла нету. Поэтому обязательно на ранних теплицах, на теплицах, которые под пленкой, где воздух снаружи не заходит, обязательно уделяем внимание концентрации углекислоты. То есть, конечно, вот при такой концентрации, ну, здесь видите, когда, соответственно, у вас из, ну, самого грунта идет, активно пошла ферментация, сейчас даже чуть больше идет. На нижних лицах, даже можно заметить, бывает такой легкий ожог от углекислоты. Но дальше растения зато формируются, нормальные листья, шикарные, оно привыкает к углекислоте, да, и нормально работает. На этом спасибо, до свидания. Продолжение следует...